Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайта никstudiedition.ru И сегодня, после глобального обновления интерфейса, я начну вновь выпускать свои видео уроки, уже более часто. Сегодня видео урок посвящен созданию разрушительного лазера в программе After Effects, который сделан, в принципе, по запросу. Сегодня мы сделаем эффект примерно вот такой. Ну, примерно вот такой. Я надеюсь, тот пользователь, который запрашивал у меня этот урок, искал именно это, ну или примерно это. В любом случае, мы должны сделать вот это. Не знаю, уложимся ли мы в один урок, если уложимся, будет хорошо. Но не будем тратить времени, поэтому начинаем сразу. Создаем новую композицию и кидаем какой-нибудь наш фон. Так, теперь создаем новый слой белого цвета. И здесь мы вырезаем наш луч. То есть мы выделяем вот Rounded Restrangle Tool. Создаем вот такую вот маску. И применяем к этой маске Effect Glow. Effect Stylize Glow. Меняем AB Colors. Здесь выражение. Color A ставим на красный. Color B, в принципе, можем на белый поставить. Ну или также на красный, в принципе, это не важно. Вот. Можем увеличить Radius. Также интенсивность. У нас такой получается немножко эффект светового меча. Вот, если вот так посмотрим. Да, и кстати, в маске изменяем параметр Feather. Ставим где-то примерно около 5 пикселей. Это будет достаточно для того, чтобы создать такой вот лазерный меч. Ну, очень сильно похож он на джедайский меч. Мы можем получить вот такой вот примерно себе слой. Кстати, также можем поменять значение Expansion Mask. То есть, открываем значение маски. Здесь меняем Expansion. Ну, чуть поменьше, допустим, можем. Вот такой вот, чтобы получился такой более продольный лазер. Вот. Ну, в принципе, достаточно. Можно также поменять на Add. То есть, он будет такой вот прозрачный. Вот. Мы создали лазер. Теперь этот слой мы должны прекомпозить. И нажимаем Layer. Precompose. Move all attributes. И называем типа лазер. Мы должны поставить наш Anchor Point на начало нашего лазера, чтобы удобнее было изменять положение этого лазера. Для этого выбираем инструмент Paint Behind Tool. И передвигаем наш Anchor Point вот сюда вот на начало. Вот. Также мы можем поставить 3D-слой, чтобы изменять в проекции все это. Так. Переходим в инструмент вращения Rotation Tool. И изменяем как-нибудь наш слой. Вот. Расположим как-нибудь вот так. Да, кстати, мод не забываем ставить на Add. Чтобы он здесь был такой более яркий. Ну, вот примерно будет сюда вот бить. Кстати, если мы посмотрим на мою композицию, то я здесь сделал, во-первых, дымок. Это с помощью плагина TrapCode Particular. Вот. И я сделал здесь искажение предмета с помощью displacement. Как мы видим, как бы вот эта вот стеклянная бутыль, она плавится. То есть вот. Оп. Какой-то небольшой. Ладно, перейдем к нашему инструменту. Вот. Мы сделали примерно вот такой вот лазер. Я, в принципе, сделаю один точечный удар. Ну, несколько ударов вы, в принципе, можете сделать сами, потому что это займет довольно-таки долгое время. Я просто покажу, как это можно сделать вот с помощью этого лазера. Так, перенесем наш удар лазером куда-нибудь вот сюда. Вот так он будет бить. Птюх. Вот до всех примерно. Edit. Split Layer. Верхний можно удалить. То есть он птюх бьет и все. Да, кстати, чтобы сделать его более анимированным, зайдем в инструмент, в параметр Scale. Вот он, кстати. Здесь поставим ключик. Ну, то есть вот перед самым началом. А в начале самом поставим значение Scale чуть пониже, ну, так как он будет вылетать как бы вот отсюда. То есть тиху-тиху-тиху, он будет выстреливать вот так вот. Теперь мы создадим свечение вокруг этого лазера. Для этого создаем новый слой. Новый красный слой. Ну, примерно вот такой вот. Окей. Вот мы создали новый красный слой. Здесь мы нарисуем маску. Обычную круглую маску, ну, произвольного типа, характера. Вот такого. Поменяем в маске Feather Tip на, вот, поставим пикселей 100, допустим. И, конечно же, надо поменять расстояние самого Red слоя. Ну, то есть, саму позицию надо поменять Red слоя. Для этого мы просто растягиваем нашу позицию вот так. Ну, просто растягиваем нашу маску, вот мы можем спокойно. А потом уже инструментом маски, мы просто подредактируем некоторые углы. Вот, вот так вот примерно изменим. Чтобы как-то вот так вот шло. Ну, и, конечно же, Mask Expansion поставим чуть поменьше. Где-то примерно вот такое вот количество. И найдем значение Apicity у этого красного слоя. И поставим примерно, ну, процентов на 40 нормально будет. И можно также Mod поставить на Add. То есть, он будет такой более яркий. Также можно его здесь вырезать, вот, чтобы он подходил под нашему размеру. Вот, в принципе, и все. И теперь добавим нашу точку. То есть, нашу ту точку, которая будет вот как раз сжарить наш объект. Для этого тоже создаем новый слой. Белый. Ну, примерно вот так вот. Окей, окей. Можем, в принципе, его выключить для удобства. И создать здесь вот такой вот примерно кружок. Потом мы включаем белый слой. Видим этот кружок. Заходим, кстати, в маску, опять же. Меняем Feather Tip побольше. Да, вот так вот примерно. Mask Expansion, в принципе, можем побольше поставить. Ну, так, чтобы он был более насыщенный. И Mod Tip ставим на Add. Он будет накладываться на пиксели, создавать у нас вот такой вот эффект свечения дополнительного. Вот, можем так вот примерно поставить. Поиграть со значениями. Ну, где-то вот так. Я думаю, нормально будет. Да, и поставить, чтобы он одинаково жарил с размерами нашего видео. И так же можем его обрезать. Точнее, так же нам надо его обрезать. Вот так вот примерно. Теперь мы получили вот такой вот эффект. То есть, лазера. Мы можем все это дело прекомпозить. Но перед этим поставим маркер вот здесь. Ну, то есть, чтобы видеть, где у нас будет начинаться само действие. Для этого нажмем Layer, Add Mark. То есть, он здесь поставит у нас маркер. Ну, и в принципе, в конце тоже поставим маркер. Чтобы видеть, где у нас будет заканчиваться. Кстати, это делаем маркеры вот на этом нижнем. Потому что, если мы все верхние прекомпозим, то маркеры у нас пропадут. Все выделяем. Нажимаем Layer, Precompose. Допустим, называем так же Laser. Для меня R. Laser. И здесь на Add все меняем. Вот. Наложение на Add. И получаем вот такой вот эффект лазера. Так, теперь мы создадим плавление нашего вот этого баллона. Для этого мы копируем нижний слой наш. Рисуем здесь маску. Теперь мы заходим так же в эффект Distort Displacement Map. Здесь мы ставим... Точнее, вот заходим вот сюда вот в эффекты. Displacement Map. Ставим ключи вот эти вот. Displacement Vertical и Horizontal. Здесь ставим 0, 0. А на конце лазера мы ставим Displacement. Ну, примерно... Ну, примерно вот такое. Так, чтобы при лазере было видно то, что наш баллон плавится. Ну, как бы происходит такое плавление стекла. Вот. И после как раз лазера мы видим то, что здесь вот немножко он поплавился от температуры. Ну, вот так вот, в принципе, можно оставить. Да, и для удобства, в принципе, можно еще зайти в маску и также изменить параметр Phase на 5 пикселей, допустим. Ну, чтобы было более сглажено. Вот, все. Теперь мы создадим эффект частиц, которые вылетают. Потому что в моем случае я сделал частицы, которые вылетают при лазере. Если мы видим, вот они. Маленькие частицы. Ну, как бы отлетающие. Может быть, это искры, может быть, это еще что-то. Мы создадим стандартные, обычные, такие вот частицы. Для этого мы создаем новый слой, новый Adjustment Layer. Я его немножко обрежу. Ну, вот, здесь перед началом. И добавлю эффект.